Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала, гости, а также просто любители китайского автопрома. Что может быть лучше китайского электрокара? Только концептуальный китайский электрокар. Шоу-кар X-Dream показывает, как эволюционирует дизайн топовых моделей BID. Впрочем, в основе все равно лежит стиль Dragon Face, как у последних творений бренда. О его особенностях мы поговорим прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки BID. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Передок электрокара очень интересный. Фары нестандартной формы, узкие, соединены световой линией из вертикальных светодиодов. Сами по себе фары состоят из двух полосок Г-образной формы. Выглядит отлично. Ниже всего этого расположена имитация решетки радиатора с горизонтальными планками, между которых широкий зазор. По передней грани каждой планки также идут точечные светодиоды. По нижней части есть декоративные выступы. По бокам в нижней части бампера расположились декоративные ложементы, имитирующие воздухозаборники. В целом дизайн передней части отлично смотрится, даже достаточно агрессивно. Боковой вид не менее интересен. Особого декора здесь нет, разве что подсветка порогов вровень с нижней гранью переднего и заднего бамперов. Но главной изюминкой здесь являются двери. Они распахиваются от центра буквально как ворота, открывая вид на просторный комфортабельный салон. Ручки дверей спрятаны в кузов, так что боковой вид выглядит довольно скромно. Сзади дизайн тоже вполне спокойный. Фонари разделены на четыре четырехугольника каждый, а также объединены оптической линией, проходящей по крышке багажного отделения. И на этом все. Остается добавить только пластиковую вставку в нижней части бампера. Более филейная часть ничем не примечательна. Ну а теперь к салону. В дизайне X-Мечты использован элемент, названный китайский узел. Тема переплетающихся элементов продолжена и в интерьере, где также применена традиционная китайская техника с использованием лака. Авторы концепта X-Dream хотели создать внутри ощущение природного пейзажа, гор и рек. Приборная панель небольшая, цифрового типа. Дисплей управления функциями электрокара расположен ровно посередине, угловатый и довольно большой. Теперь перейдем непосредственно к платформе и моторам. Архитектура E-Platform 3.0 в этом списке представлена наиболее важной. Она явится основной пересмотренной архитектурой кузовов. Получит электрические компоненты более компактные, легкие и эффективные, чем предшественники. Общая эффективность системы заявлена на уровне 89% и выше, а расход энергии на 100 км окажется на 10% ниже, чем в прошлых битах. В том числе, потому что во всех легковушках на E-Platform 3.0 стандартным оснащением будет тепловой насос, а коэффициент сопротивления воздуха у некоторых моделей составит 0,21. В E-Platform 3.0 литиево-железо-фосфатная 800-вольтовая батарея Blade является частью силовой структуры кузова. Кроме того, стандартным станет принцип построения Cell-to-Pack, то есть от литиевых ячеек сразу к полной батареи, без промежуточного звена в виде батарейных модулей, как в электрокарах прошлого. Эта платформа будет использовать новые электрическую и электронную архитектуру. Новую же операционную систему Bit.OS, созданную самой компанией. Платформа позволит строить самые разные модели от компактных до крупных и мощных. Платформа обеспечит для топовых моделей BIDA пробег на одной зарядке в 1000 км и даже выше по циклу NIDC, а еще ультра-быстрое пополнение заряда 150 км за первые 5 минут. Кстати, компания уверяет, что программное обеспечение будет не только самообновляться, но и обучаться стилю вождения, а также помогать водителю в процессе управления автомобилем. Как все это будет выглядеть, остается только догадываться. Учитывая технологическую составляющую Китая, такая фишка вполне может быть ими реализована, и если она будет корректно работать, это станет прорывом в аспекте искусственного интеллекта для ассистирующих систем. На этом наш обзор подходит к концу. Мы отправляемся на поиски новых моделей специально для вас, а также напоминаем, что поставленный жирный лайк нашему видео, нажатие на колокольчик и братская подписка на канал – то, что сподвигает нас на новые обзоры, потому не забудьте это сделать, за что мы вам заранее благодарны. Услышимся завтра!